МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На третьем этаже находился мужчина, который производил разбор кирпичной стены. При спуске его с лестничного пролета стена кирпичная разрушилась, и данного гражданина задавило кирпичами. Смерть неступила мгновенно. По прибытии на место следственного комитета был произведен осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Апрель для нашего региона – месяц напряженный. Со дня на день ожидается вскрытие рек и подъем уровня воды до критических отметок. Другая стихия – огонь – тоже держит спецслужбы в напряжении. О том, как предупредить возможные чрезвычайные ситуации, говорят на всех уровнях. В первую очередь в правительстве республики. Репортаж Виктора Лушникова. За первые дни апреля в Хакасии зарегистрировано более 60 степных пожаров, спровоцированных палами травы. Самый масштабный произошел в Аскийском районе. Трава горела на протяжении 20 километров. Возгорание тушили полсотни человек. По сообщению глав территории, степь горела вокруг Абакана, Черногорска, в Усть-Абаканском районе. В Саиногорске пал вплотную подходил к производственным предприятиям. Обратите на это особое внимание. Мы уже имели очаг поражения, очень мощный, с большим риском. Что такое степейство, пожар, неконтролируемый. Потеря может быть и людские жертвы, и потаро-овец. Их никто не спасет, если потаро попадет в этот пал. Для борьбы со степными и лесными пожарами в Хакасии подготовлено 1250 добровольцев-дружинников. В трех лесхозах созданы мобильные группы. Летом леса будут патрулировать с воздуха. На вышках сотовой связи установят камеры с круглосуточным видеонаблюдением. Не менее серьезная ситуация в республике с предстоящим паводком. Запасы снега в горах в полтора раза выше нормы. Некоторые реки вскрылись, на остальных ледоход ожидают на днях. У нас примерно с 14-го числа будут повышения уровня воды, срыв льда, образование заторов и достижения критических отметок. Поэтому я думаю, что 15-го, 18-го числа это будет довольно напряженная обстановка на реках республики Хакасия. Поэтому хотел бы, чтобы главы поселений, главы муниципальных образований были готовы ко всем действиям. Заторов на реке Абакан в районе Абазы и Белого Яра не ожидается. Там взрывали лед. А еще одна задача – успеть в большой воде в мае отсыпать в шести самых паводкоопасных селах дамбы. Из республиканского бюджета на эти цели будет направлено 54 миллиона рублей. К проекту Абакана-Черногорской агломерации присоединяются и районы. В Багратском построят животноводческий комплекс. В Алтайском планируют возвести на территории будущего агропромышленного парка предприятие по производству суперкормов. Сегодня проект рассмотрели на Совете по экономическому развитию Хакасии. Разработчики обещают, что применение кормов, обогащенных витаминами, протеинами и сахарами, повысит суточный надой молока минимум на 2 килограмма. Проект получил одобрение Совета. За время работы Совета, это 10 месяцев Совет работал, на Совете было рассмотрено 104 предпринимательских проекта. И они получили одобрение на президиуме Совета. Ряд из них уже получили государственную поддержку. А ряд находится в состоянии подготовки инвестиционных программ, уточнения этих программ, подготовки каких-либо документов. Реализация всех проектов в перспективе должна дать Хакасии 7 тысяч новых рабочих мест на частных предприятиях, которые разместятся в технопарках республики. Жители поселка Комунар в Ширинском районе уже несколько месяцев живут без воды. Ни о каком благоустройстве речи не идет. Наоборот, людям приходится возвращаться к устаревшим уличным колонкам и туалетам. В чем причины и каковы перспективы, узнавала Юлия Константинова. Пошел пятый месяц, как владелец благоустроенной квартиры Петр Царбунов за питьевой водой ходит на улицу. Чтобы набрать 20 литров, если есть напор, уходит не меньше получаса. Потом тянет бутыль домой волоком. Тяжело, конечно. Слава Богу, 72 года. А вот тут лед еще, она пойдет плохо, самому эти боязные. А что, тащить ее надо? Котельную микрорайона закрыли, содержать нерентабельно. Теперь в квартирах отопление печное или электротены. Водопровод перемерз в декабре. И чтобы доконать канализации. А в туалет как? В ведерко и в гору туда. Туалета, даже уличного туалета настоящего у нас тоже нет. В 21 веке живем очень плохо. Не раз жители обращались к местным властям с требованием решить проблемы. Ответ – временно будем подвозить воду автоцистернами. Однако перспективы восстановления водопровода все же имеются. Часть сети, которая проходит по поверхности земли, уже отремонтирована. За подземную возьмутся после того, как земля оттает. Вот за этой колючей проволокой под снегом находится скважина. Раньше она была 96 метров. Сейчас специалисты где-то посредине обнаружили завал. Причина – то ли взрывные работы, то ли землетрясения, которые в последние годы происходят достаточно часто, то ли лет скважине много. Сторожилы говорят, больше полувека. На ее очистку в рамках республиканской программы «Малое село» выделены 126 тысяч рублей. Но это мера временная. С помощью же всероссийского проекта модернизации ЖКХ коммунальные проблемы можно решить радикально. Виктор Михайлович, спасибо ему, этот проект запустил. У нас по проекту строительство новой котельной очистных сооружений, полностью по новым технологиям прокладка тепловода, снабжения и водоотведения. Цена вопроса – 330 миллионов. Для жителей таежного поселка, затерянного в горах, почти виртуальная. Поэтому сегодня они бурят скважины рядом с домом и устанавливают туалеты на улице. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Двести Хакасия. В республике продолжается борьба с волками. С начала года добыто 66 особей. Мероприятия по регулированию численности хищников ведут как сотрудники Госкомитета по охране животного мира, так и индивидуальные охотники. По предварительным результатам зимнего маршрутного учета, в Хакасии отмечено снижение численности волков до 190 особей. Это является хорошим результатом. Однако для того, чтобы не допустить увеличения хищников, отстрел будет продолжен. Чрезмерное размножение волка способно нанести немалый урон популяциям косули и морала, которых и так в последние годы стало меньше. Помимо этого, волк наносит ущерб фермерским хозяйствам и является угрозой распространения опасных заболеваний. Сотрудники Росприроднадзора устроили внеплановую проверку угольных разрезов под Черногорском. Поводом послужили многочисленные жалобы горожан. По мнению людей, горящие отвалы и пыль от взрывов серьезно вредят экологии. Тему продолжит Константин Кравцов. Трещины безусловно дают знать о себе бесконечные взрывы. Порой так, что посуда даже гремит. Похоже, покой жителям Черногорска только снится. По их мнению, виной всему шумные соседи. В пригороде два угольных разреза. Когда там проводятся взрывы пород, старенькие бараки трещат по швам. Даже мебель ходит ходуном дома. И дети просыпаются, пугаются. Потом долго не могут заснуть. То есть беспокойство бывает даже поздно вечером, такие взрывы, либо рано с утра. Впрочем, и других претензий у людей к угольщикам хватает. Пожары на отвалах и облака пыли со стороны разрезов. Многих сводят с ума. Гарь, вот гарь, вот сплошной дым, вот сплошной дым. Все, нечем дышать. Нечем дышать, все. Что можно еще сказать? Что это за экология? Они получают золотые медали, значит. У них все хорошо. А нам что? Что утром выйдешь, в обед приходишь, смотришь, все черное на тебе. Сам ты уже, руки у тебя черные. И на кого ты сам похож. Люди уверены, в последнее время взрывы все чаще и мощнее. От этого и столько пыли. Сотрудники Росприроднадзора по этому случаю нагрянули с внеочередной проверкой в СУЭК и на разрез степной. Взяты образцы воздуха и почвы. Проведем анализ сопоставлений и увидим, было ли на самом деле загрязнение. И источники установим. Все-таки это источники убыльных разрезов или какие-то другие. Но других у нас маловероятно. Результаты проверки надзорники обещают обнародовать через неделю. Если подтвердятся нарушения со стороны предприятий СУЭКа, по закону им грозит штраф до 100 тысяч рублей. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. 39 студентов республики будут получать стипендию главы Хакасии. Такое финансовое поощрение введено в этом году впервые. Стипендия выплачивается одаренным молодым людям, которые получают начальное или среднее профессиональное образование. Материальное вознаграждение назначается один раз в полгода за особые успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности или за активное участие в общественной жизни образовательного учреждения. 1510 рублей, помимо установленных академических и социальных стипендий, будут получать студенты-очники, начиная со второго курса. Первые стипендии уже перечислены на счета одаренных получателей. Парк Орленок в этом году ждет обновления. Там установят три новых аттракциона. Детское колесо обозрения, сокровище моря и карусель-колокольчик планируется смонтировать к 1 июня. Они появятся на месте прослуживших более 30 лет солнышка и жучка. Третий аттракцион пока держится в секрете, но известно, что он будет установлен чуть позже, рядом с подводным миром, и займет площадь более чем в 120 квадратных метров. В связи с монтажными работами и привлечением тяжелой техники, некоторые аллеи парка придется перекрыть. Но это временное неудобство. После проведения монтажных работ, часть аллеи заасфальтируют заново и поставят бордюры. Всего в летний сезон 2013 года в Орленке будут работать 10 аттракционов. Ко дню города откроется 11-й. В следующем сезоне планируется приобретение и установка еще одного аттракциона для семейного отдыха, а также создание нового детского городка.